Напротив Ильинской птицефабрики в результате автокрушения погибли два человека. Еще трое доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Все пятеро ехали в Хонде Одиссей, которая врезалась в опору теплотрассы. Пассажир, ехавший на переднем сидении, погиб на месте. Не выжил и мужчина, сидевший сзади за креслом шофера. Первую помощь раненым оказали очевидцы. 51-летнего пассажира достали и уложили на землю. Мужчина жаловался на сильнейшую боль в ногах. С многочисленными переломами его увезли во вторую краевую больницу. Туда же доставили и 19-летнего юношу. У него диагностировали закрытый перелом ключицы и перелом позвоночника. Еще одного выжившего, а также тела двух его родственников из искореженной машины вызволяли спасатели. У третьего, 46-летнего раненого, медики заподозрили черепно-мозговую травму и тоже закрытый перелом ключицы. Несмотря на то, что доставали его со стороны водительского кресла, мужчина упорно твердил, что за рулем сидел вовсе не он. Скажи, кто за рулем-то сидел, если не ты? Нет, конечно, я подозрить буду. А кто сел за рулем? Брат. Полицейские заподозрили, что мужчина не трезв. Его старший брат, в свою очередь, также заявил, что ехал в машине пассажиром. Достоверно узнать, кто именно управлял иномаркой, полицейским на месте так и не удалось. Не смогли или не захотели пострадавшие рассказать и о том, что именно привело к аварии. Судя по следам, машина двигалась со стороны проспекта 60-летия октября. Похоже, водитель либо отвлекся, либо задремал. Универсал сместился вправо и зацепил колесом обочину. Разница в дорожном покрытии и немалая скорость привели к тому, что потерявшая управление иномарка съехала с асфальта и на полном ходу врезалась в препятствие. Выяснять, кто из пятерых мужчин виновен в крушении, придется полицейским. С места происшествия Евгения Куликова и Павел Рогатин.